Друзья, всем привет! С вами Васян Дрифтинг и это видео будет посвящено моей историей о том, как лишиться водительских прав за дрифт. Стоп! За недодрифт! Под ногами джер не бьи пасы, скажи. Ну что, приступим к разбору полетов. Расскажу, когда, где и как это все произошло. В общем, с 30 ноября по 1 декабря в ночь 19-го года шел снег. На дорогах было очень скользко. Я двигался на спуск с детского парка на улицу Краева. Впереди меня была небольшая ямка. Обрулив ее, дернув резко рулем, к чему это все привело? К сносу задней оси. А впереди стояли сотрудники. Ну, естественно, они меня остановили. Первое, что я услышал, подъехав к ним. Лишение прав? Поначалу я не понял, при чем тут лишение прав? Ведь пересечения же не было. Когда я проехал этот поворот, на видео четко видно, что от бампера до линии остается примерно метр. Момент. Как сотрудник мог увидеть с такого расстояния то, что я пересек линию? Ее потом просто не видно. Я все понимаю. Если бы он стоял бы ровно на линии, он бы, конечно, мог бы посмотреть то, что я вот так пересек. Оп-оп. У меня только один вопрос. Как сотрудник Гаи мог выйти отсюда, посмотрев вам туда, то, что я пересек линию? Это нереально сделал. Да, друзья. Прошу внимания на время, которое указано в видеофиксации. А на часе как-то было указано 0037 минут. Ну, каким-то магическим образом наши доблестные сотрудники написали в протоколе неправильное время. Час ночи 37 минут. Да, пока я с ними стоял и доказывал свою невиновность, вот эти вот злые 30-40 минут, то на то и вышли. Ну что, в оконцове всей ситуации был заполнен протокол и составлена схема, в которой я не расписывался. И были сказаны очень теплые слова. Ну что, Василий Николаевич, твой поезд ушел. Мне был назначен суд на 10 декабря. Придя в суд, мне сказали, что мое дело отозвали по неизвестным мне причинам. И что я услышал дальше? Мы вам перезвоним после Нового года. Ждите. Спустя время мне раздается звонок и назначают суд на 11 февраля. Придя на суд со своими видеоматериалами и доказательствами, со мной пришел сотрудник, который по каким-то причинам является свидетелем. Хотя по закону этого не может быть. Судья вот так сидит, смотрит видео и говорит. Так ты дрестовал? Я говорю, нет, вы что? Честное слово, меня случайно занесло. Рядом сидит сотрудник, он ему задает вопрос, судья. А вы уверены, что это Долгачев проехал? На что он ему отвечает? Вот так вылупился в экран. Нет, это не он. Еще один вопросик у меня возникает. Хорошо, если это не я, тогда пожалуйста, скажите, кто это? Вот вы же тоже его остановили, да? Какой вы ему штраф выписали? Покажите его протокол. Вообще, дайте понять, кто это вообще, кто это? Тем самым, судья выслушал обе стороны, сказав мне, может быть, ты еще соберешь какие-то доказательства? И вообще, Вась, хочешь ли ты видеть двоих сотрудников на следующем заседании? Конечно же, хочу. Следующее заседание состоялось 25 февраля. Передя на него, сотрудники как будто испарились. Я их там не видел. Вновь выслушав меня, судья вынес решение. Долгачева Василия Николаевича признать виновным. Обосновав это тем, это не моя машина. Вот это поворот! Интересно получается, тогда кто это проехал? Я судье уже напрямую говорю. Послушайте, присмотритесь, пожалуйста, на мою машину в видео. Вы видите, с одной стороны по два стопоря, и с другой стороны по два стопоря. Напоминаю, машина у меня Nissan Skyline в 32-ом кузове. На что он мне отвечает? Ой, у меня на поджирике так же. А самое интересное в этой ситуации то, что у сотрудников абсолютно нет никаких доказательств. Окроме протокола. И когда судья задавал вопрос сотруднику о том, что А у вас есть какие-то видеодоказательства? Ну, вы же знаете, наверное, и лучше меня, что у сотрудников стоит сзади регистратор и спереди. На что он ему отвечает? К сожалению, эти видеоматериалы с той ночи не сохранились. И вот с этого момента начинается все самое интересное. Коронавирус! Карантин! Что мне остается делать, это только подавать апелляцию в Приморский Первомайский суд. Но уже не из рук в руки. А через любимую почту России. И... Господи, сколько же это было долго по времени. Во-первых, не дозвонишься ни в суд, ни на почту. Во-вторых, никто тебя не оповестит. В-третьих, никто тебе не позвонит, не скажет, когда у тебя заседание, через сколько тебе приходить. А по итогу, как все получается? Спустя долгих три месяца я просто случайно позвонил в суд. На дворе было 27 мая. Дозвонился, говорю, здравствуйте, я такой-то, такой-то, хотел бы узнать, по такому-такому-то делу, когда у меня будет заседание на апелляцию. На что мне ответили. 27 мая в 15.00. Я не думаю, кладу трубку и думаю, хорошо, спасибо большое, до свидания. На часах было 11 утра. И встаю такой возле машины и думаю, так, когда же у нас 27 мая? И меня просто вышибает из головы, что оказывается, сегодня это 27 мая. А я только одного не пойму, а почему я должен звонить в суд и узнавать, когда у меня будет заседание. Единственный раз, когда меня оповестили, это после первого заседания в мировом суде. За что хочу сказать и отдать вам огромную благодарность. Спасибо. Ну, в итоге я позвонил в суд, предупредил о переносе заседания по причине неуведомления и отсутствия меня в городе. Я не только позвонил, но и отправил письмо на факс. А в итоге, что я получил? Они взяли и просто провели без меня апелляцию. Вот и все. Обосновывая это тем, что я не явился на заседание. Когда я начал разбираться, они сказали, что почта России должна была вас оповестить. И то, что почтальон приходил ко мне лично домой, стучался в дверь, но никто ему не открыл. Так как я живу с родителями и с дедом, который всегда находится дома, это просто какая-то фантастика. Ни в ящике не было письма, никто ко мне не приходил. Я посмотрел по приложению почты России, там был очень странный пункт. Да, 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 да. Мне тоже это не понять. Я, наверное, весь город объездил по всем почтовым обделениям. И в главпочтам заезжал. И к себе сюда, по своему почтовому индексу. Никто ничего не знает. Никто мне не дает справки о том, что это именно вина почты России. Хотя, подходя к работникам почты России, они с удивлением смотрели и говорили, что «Ну, возможно, это наша вина, да». Но по итогу, действующие справки для суда мне так никто и не выдал. Да, 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 да. Мы все прекрасно понимаем, как работает у нас почта России. В один прекрасный момент я туда заехал. Попросил свое письмо из суда. На что мне ответили. «Ой, мы ничего не знаем. Мы не хотим его искать. У нас полный завал». Я уже психанул и говорю. «Давайте, я сам зайду и поищу свое письмо. Смотрите видео». «Сказать, что это – ужас. Не сказать ничего. Но письма своего я так и не нашел. Снова спустя время, наконец-то я получил это письмо. Мои дальнейшие действия. Я собираю документы, составляю жалобу и подаю в краевой суд. Но спустя еще долгое время мне мою жалобу отправляют снова на почту. И говорят, вы не так подали ее, молодой человек. Вам нужно было приложить постановление с первой инстанции и нужно было приложить решение со второй инстанции. И вообще, подать свою жалобу не в краевой суд, а в 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Но собрав весь пакет документов, я, наконец-то, подаю жалобу. Но также на протяжении всего этого времени звоню в суд и спрашиваю, решилось ли там что. На что мне отвечают секретарши. Судья рассматривает и запрашивает материалы дела с предыдущих инстанций. Вопрос у меня возникает, зачем тогда я собирал весь пакет документов с первой инстанции постановления и решения со второй инстанции, если вы просто можете взять и запросить сами материалы дела. Наконец-то настаёт день икс, когда я дозваниваюсь в суд, спрашиваю снова, я такой-то, такой-то, хотел бы узнать, рассмотрели ли мою жалобу. Мне отвечают сходу, вы такой-то, такой-то, по такому-такому-то делу. Решение суди без удовлетворения. Круто. Я зашёл на сайт суда 9-го конституционного и смотрю на людей по их делам. И просто вот так в ряд стопочку без удовлетворения, без удовлетворения. Вывод какой? Никто не хочет работать, всем наплевать. Ну что, ребята, так как это видео подходит к концу, хочу вам сказать, учитесь на чужих ошибках. И никогда не попадайте в подобные ситуации. Я думаю, что это видео было для кого-то уроком. Кто-то что-то возьмёт себе на заметку. Но хочу сразу заранее вам сказать, если вы уже попали в подобную ситуацию, не жалейте денег, нанимайте грамотных юристов. Я вам честно скажу, будет лучше. А не так, как сделал я. У меня есть видео, я на него надеюсь, всё будет хорошо. По итогу, вот так всё и получилось. Поговорим насчёт Nissan Skyline в 32-м кузове, который у меня был. Объясню, почему был. И вообще объясняю, почему я его покупал и почему продавал. Nissan Skyline в 32-м кузове, вне зависимости, это купе или либо седан, просто эта машина моей души. Эту машину я хотел, наверное, с лет 15, когда только начал увлекаться техническим видом спорта. Вот я себе покупаю эту машину. Отоездил я на ней недолго, даже толком-то с ней ничего не делал. Планы были большие. Но скажу честно, ребят, ситуация с правами. И в принципе, если посмотреть на ценник запчастей на этот автомобиль, я сразу себе сказал, потому что эти машины уже раритет, они вымирают, а запчасти всё дороже и дороже. Ладно бы я просто, если хотел бы на ней ездить, сделать её по красоте, то да, я бы, конечно, её оставил, потому что экземпляр, который у меня был, достойный. И стоит найти себе автомобиль, который будет доступен во всём. Но всё же, 32-я школа всегда вот здесь. Мы будем заканчивать данное видео. Я не прошу от вас подпишитесь на канал, поставьте мне лайк, колокольчик или ещё что-то в этом роде. Я просто хочу от вас одного, чтобы вы поделились этим видео с другом, с братом, с подругой, с мамой, либо же с папой, с кем угодно. Я думаю, это видео будет для кого-то полезным, для кого-то уроком. И ещё раз повторюсь, ребят, всегда учитесь на чужих ошибках. С вами был Васян Дрифтер, до новых встреч. Терпение и давление. Это единственный способ добиться правды.